Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видеоролике мы посмотрим другой видеоролик с канала Консоли Мания. Сорян, если неправильно. Буквально неделю назад мне прямо заспамили в личку с просьбой о том, что посмотри, 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 посмотри вот этот видос. Я пока еще не знаю, что в нем такого интересного, но походу там парень, который топит за PlayStation, ну то ли забомбил, то ли что, короче, что-то в этом духе. Опять же, с автором канала я не знаком, я не знаком с его контентом, поэтому, в принципе, интересно посмотреть, что там и как. С вас обязательно Лойс, подписка на канал, нет, Лойса не видно, вот так вот Лойс видно, вот так вот. С вас обязательно Лойс, подписка на канал и пишите в комментариях об этой ситуации, и давайте смотреть. Так, ну что, погнали! Как же мне надоели, и уже просто реально бесят вот эти, пусть и не мамкины, но диванные инсайдеры, которые пускают по просторам интернета вот эти беливы об успехе Xbox Series X, что коробка будет мощнее, стоит будет дешевле, будет целых две консоли, и как она успешно сосанет, стартанет. Вот, мне вот интересно, у него реально забомбило после, вот так скажем, всяких инсайдеров и так далее, или он, так скажем, ну, просто рофлит? И даст под хвост пятой плойке. Хотя, мое мнение, Xbox именно сосанет. И знаете почему? Да потому что я, сука, буду покупать PlayStation 5. Ну, а если серьезно? Это было сильное заявление. Прям, ну, без аргументов. Тут да. Фил Спенсер такой, блин, ну, если он купит PlayStation, тогда все, тогда Xbox кранты, да. Так, ну, го, что там серьезного-то. То можно посмотреть фактом в глаза. Да, Xbox будет мощнее пятой плойки. Да, уже вроде как говорят, что Xbox будет стоить дешевле PlayStation 5, и майки его будут продавать чуть ли не себе в убыток. Да, будет еще вторая консоль без привода Xbox Series S. Как и у PlayStation 5. Но только стоить она будет 200 евро. И рассчитана на игры в Full HD. Это уже действительно серьезно. И здесь сложно поспорить с такими железобетонными плюсами Xbox. Две консоли на старте, одна из которых будет стоить как половина пятой плойки. Но все равно Xbox будет курить. И знаете почему? Почему? Потому что PlayStation это самая лучшая мотивоигровая платформа всех времен и народов. Вот так почему-то в комментах так вот всегда говорят. Вот потому что PlayStation лучше, вот потому, вот поэтому. Мне вот просто интересно, он реально бомбит, или вот он как-то так вот, ну, просто идея такая, ролик. Просто он прям как будто по-настоящему бомбит. И она уже настолько укрепилась в умах миллионов игроков, что никогда ни один Xbox ничего с этим не сможет поделать. PlayStation это атмосфера, это воспоминания из детства миллионов людей, миллионов игроков по всему миру. PlayStation это состояние души и людям пофигу на террафлопсы. В принципе, вот в этом высказании частично он прав, потому что бренд PlayStation это довольно-таки сильный бренд, который засел в головах людей довольно-таки глубоко. Это знаете, как iPhone, типа попроси любого назвать какой-нибудь прикольный смартфон, телефон, в первую очередь он скажет iPhone. В консольном сегменте, в консольном рынке, мне кажется, такая же тема, что вытащи кого-то из толпы, он впервые скажет именно PlayStation, потому что бренд все-таки сильный. Спору нет, поскольку у многих людей PlayStation 4, у многих была плойка первая, плойка вторая, ну что говорить, популярный бренд, спору нет. А вот насчет террафлопсов я не согласен. Да, в принципе, я поддерживаю теорию, что террафлопсы нафиг не важны, потому что мы все-таки консольщики, да, и смысл тут равняться в железе. Но так или иначе, народ на это смотрит, и поэтому майки в новом поколении как раз-таки делают на этом акцент. Это, знаете, практически та же ситуация, которая была в восьмом поколении. PlayStation 4 Pro была немножко мощнее Xbox, и там по поводу этого прям кипиш начался, что вот плойка мощнее, я ее беру, потому что многие априори не хотят брать что-то слабее. Вот, не знаю, это может быть как-то психологически, может быть как-то, ну, просто так в жизни случилось, что я вот не могу себе купить что-то слабее. Мощь, 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 мощь. Мощь в железе это самое крутое. Но дело в том, что это консоли, они должны вывозить не железом, и как бы, что на них смотреть, не знаю. Но многие смотрят, и это факт, и майки делают на этом упор, и это надо признать, поэтому часть важности тарафлопсов на рынке, она все-таки имеется, вот. Вот именно поэтому я и считаю, что все эти инсайдеры проплачены, и просто пытаются нарисовать картину, что Xbox сможет составить серьезную конкуренцию в этом поколении PlayStation 5. Я уверен на 101%, что после старта продаж PlayStation 5 купит в 10 раз больше людей по всему миру, чем Xbox. А все эти тарафлопсы, по сути и по факту, не будут играть никакой практической роли, и разницы в графоне на практике не будет. Тут на самом деле спорно, потому что если прислушиваться к отзывам тех, кто имел две консоли, а именно PlayStation 4 Pro и Xbox One X, у них тоже была разница в тарафлопсах, разница была. И она была для многих капец как значительна, потому что у одной консоли было не True 4K, у одной True 4K. И на телеках в таком разрешении, опять же, по отзывам многих, большая разница в том же RDR. Как будет в новом поколении? Пока не ясно. То есть можно верить инсайдерам, которые говорят, что Xbox Series X будет получше в этом плане, а можно и не верить. Поэтому в этом случае я, наверное, бы не говорил, что вот будет разница, не будет, потому что она будет, но для многих она будет, скорее всего, незначительной, потому что, в принципе, в техническом плане одна консоль, например, превосходит другую, и это как бы факт. Одно и там 12 тарафлопса, другое чуть поменьше, по-моему, 10 с чем-то или сколько-то. Насчет продаж, я, в принципе, да, наверное, такого же мнения, что плойка по продажам обойдет Xbox на первом этапе и на втором, может быть, но, опять же, потому что это сильный бренд, и судить, опять же, о продажах я не вижу смысла, потому что, ну, в этом смысла нет именно для нас, для потребителей. Просто если этот человек является акционером, инвестором, да, или сотрудником компании PlayStation, да, работает как-то в Sony, это было бы круто, и понятно, что, типа, он, считая, так скажем, деньги компании, радуется за то, сколько они консоли продадут и тому подобное, но он же, по сути, опять же, может быть, я ошибаюсь, конечно, может быть, он инвестор и акционер, вот, но в данном случае, мне кажется, что он такой же простой пользователь, как и я, да, так же, как и вы, и, в принципе, считать, сколько консолей продаст PlayStation, ну, на мой взгляд, ну, нет смысла, потому что, ну, нам должно быть фиолетово, то есть мы с этого не получим, а мы с продаж ничего не получаем, совершенно, мы, наоборот, даже делаем эти продажи, покупая игры, аксессуары, консоли, поэтому как-то, ну, не знаю, к чему этот разговор поднимать, странно, короче, гоу, дальше. А то загадили уже, ну, просто весь интернет о том, что PlayStation 5 не сможет в 4К, что у нее проблемы с железом, не будет R1A2. Блин, у него реально бомбит, я не могу понять. И вообще недостаточно Терафлопс, ну, выпустили Майке в свое время самую мощную, блин, консоль в мире, Xbox One X, и что по продажам она уступает PS4 Pro. Ну и что то, что она уступает продажам PlayStation 4 Pro? Просто, опять же, на эту ситуацию нужно понять, с какой точки зрения смотреть. Просто, если мы смотрим со стороны бизнеса, типа, да, компания Sony, так скажем, в игровом сегменте, она сильнее, типа, она сделала больше продаж, чем Xbox. Это круто. Но если мы смотрим на эту ситуацию с точки зрения потребителя, с точки зрения нас, нас, потребителей, которые платят за все это, то, в принципе, на это должно быть опять фиолетово, типа, и что? Ну, продалась. Что дальше-то? В этой ситуации, опять же, нужно смотреть с точки зрения того, что мы, как потребители, с этого получим. Просто, если, например, консоль какая-то продается больше, и мы с этого, я не знаю, голда будем получать бесплатно или PlayStation Plus, это здорово. Но, опять же, это никак нас не волнует, никак нас не затрагивает, потому что мы не работаем в данных компаниях, и как бы считать чужие деньги, опять же, ну, это бред. Просто, опять же, если спорить о данной ситуации, на мой взгляд, разумнее спорить о том, чьи пользователи получат лучший контент, лучшие качества и тому подобное, потому что, опять же, мы потребители, мы не экономисты, не маркетологи, и типа, считать, сколько что продал, ну, бессмысленно. Я надеюсь, я нормально объяснил позицию и так далее. Короче, о чем это говорит? Да о том, что людям просто нравится больше PlayStation, и хватит тому же кукарекать всем этим инсайдерам про свое ведро с 12-ю тира флопсами. Я ничего не имею против Xbox, но я уже больше месяца наблюдаю, как в интернете на разных ресурсах разные Джефф и Граба и ему подобные рассказывают, какая плойка пятая говнища, а Xbox мега супер, сука, крутой. Почему это его задевает? Ну, господи. Если он, опять же, вложил частичку из себя в эту консоль, в разработку, принял участие, опять же, вложил свои деньги в инвест... Ну, инвестировал в Sony, и типа, про нее так говорят, я понимаю, что он бомит, а так... Веселый парень. Все эти заявления Фила Спенсера, что мы не собираемся конкурировать с PlayStation 5, полная санина в уши. Кстати, действительно, данное выражение очень странное. Я понял, о чем он говорит. Он говорит о том, что была вставка с интервью Фила Спенсера, как он сказал о том, что, типа, если бы мы хотели, типа, показать свою консоль лучше, чем плойка, ну, типа, играть в конкуренцию, да, и быть лучше, чем свой конкурент, то мы бы делали бы эксклюзивы и тому подобное. Ну, типа, у нас якобы другой совершенно план, и поэтому мы не делаем. Ну, это, да, на мой взгляд, тоже какое-то странное такое заявление, вообще, к чему ему надо было говорить такое, и как-то это выглядит странно, типа, ну, вы как бы две конкурирующие компании, и не пытаться сделать лучше, чем конкурент, это априори как-то странно. В этом, ну, действительно есть странность. Все это делается потому, что майки понимают, что будут, как всегда, в подливе, вот и кидают какашки на вентилятор. В подливе они были бы в том случае, если бы они обанкротились, и подразделение Xbox приносило бы очень большие убытки. В данном случае я не думаю, что это так, потому что то, что им не приносит убытки, они чаще всего закрывают. Ну, просто взгляните на тот же миксер. Они были недовольны, они его закрыли. С Xbox может быть то же самое. И, в принципе, реальная подлива, она как раз-таки заключается в этом. А то, что они, не знаю, меньше заработают, чем плойка, ну, как-то, опять же, все равно. Типа, ну, окей, они заработали меньше, чем плойка. Ну, что с этого-то? Опять же, это чужие деньги, и смотреть на это как-то странно. Короче, пусть это будет моим субъективным мнением, но пятая плойка лучше по внешнему виду. И не факт, что она будет шуметь, как все кукарекают. Вы посмотрите на ее размеры. Возможно, она будет тише травы, а все эти шесть вентиляторов будут работать на низких оборотах. Я уверен, что Sony не зря сделали такой большой корпус. Вы сравните размеры на старте четвертой и пятой плойки. И уже имеется информация, что в PlayStation 5 будет использоваться не термопаста, а жидкий металл. У нее отличный геймпак. Ну, хоть чуть испиженный дизайн у Xbox. Он серьезно? Просто, знаете, я думал, что такой фигней страдает только фанат Xbox, дабы доказать, что плойка что-то там сперла. Вот честно, как бы я не пытался сравнить геймпады Xbox с геймпадом новой PlayStation, я не могу найти, так скажем, сходство. Вот вообще не могу. Либо я слепой, либо я не знаю чего, но, как по мне, формы у них, ну, вообще разные. То есть, как бы, в чем, в чем сходство, я так и не понимаю. Возможно, вот, лишь в рукоятях, вот, 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 именно вот в этой, ну, форма совершенно разная, кнопки совершенно разные. То есть, как бы, как люди увидели сходство? Это просто, знаете, может быть, такой интернет-прикол, как в группе Хлеб. Если кто-то не знает, есть такая песня «Секс с Оксимироном», и там высмеется то, что Кирилл из их группы, из группы Хлеб, очень похож на Оксимирона. И типа, короче, если не слушали, послушайте, вы поймете, о чем я говорю. Потому что это два раза до геймпада, но почему-то все говорят, что кто-то у кого-то спер. Странно. Но нам, Сони Бояриям, пофигу. Сони придумала все сама. Да и в конце концов, у нее будут крутые эксклюзивы. В общем, вывод, я устал от этого срача, что лучше, Xbox или PS5. Запоминайте, Xbox сделает Сасямбу PlayStation 5. Если у вас есть мнение по этому поводу, конечно же, пишите его в комментариях. Как обычно, подписывайся. Ну, я так понял, что это все. Что могу сказать? Ну, парни как будто реально бомбит. Он прям недоволен, что его лучшую консоль засирают. Как-то пытаются показать, что она как-то хуже, чем Xbox. На мой взгляд, ну, нет смысла бомбить и считать чужие деньги. И как-то думать о том, что и сколько компаний заработает. Потому что, в принципе, мы далеки от этого рынка. Да, я могу ошиваться, конечно, если он инвестор. Это, конечно, здорово, что он беспокоится о своей компании, куда он вложил деньги. Но я думаю, что, опять же, он потребитель точно так же, как я. Я в данной ситуации практически всегда пытаюсь судить с точки зрения, опять же, пользователя, типа, что я получу, если куплю ту или иную консоль. И, так скажем, советую и вам исходить с такой точки зрения, потому что, считая, сколько консолей они продали, сколько они заработают, кто там, кого урвет там по рекламе, но это нет смысла для простых пользователей, как мы. А все потому, что мы ничего с этого не получаем. Просто, опять же, если бы продажи как-то на нас влияли, да, я согласен, это было бы здорово. Вот. А с точки зрения того, какая консоль предложит лучше, чем свой конкурент, пока остается загадкой, потому что ни цены, так скажем, никаких сравнительных обзоров вообще ничего не было. Консоль только стартует, стартует выпуститься, и тогда мы, в принципе, посмотрим. Вот. К автору претензий не имею, он имеет свое мнение, в принципе, он немножко его объяснил. Вот. Прикольный парень. Мне понравилось, как он бомбил немножечко, если он действительно бомбил. Вот. Ну и, в принципе, все. Как бы, чего-то интересного, наверное, в этом видосе не было, что прям вот надо было про него, капец как сделал, но что сделано, то сделано. Вот. Если вам понравился видеоролик, с вас лайкусик, подписка на канал, пишите свое мнение в комментариях, что думаете вы, как вы, так скажем, рассуждаете на эту тему, и что вам важно, то, что компания делает для вас, или то, как она, сколько там продает. Вот. На этом, в принципе, все. Большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok